Здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наш эфир. Я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гетман» и «Медицинский центр «Призма». С нами на связи Олег Жданов, которого мы очень рады видеть. Олег, здравствуйте, спасибо, что нашли время для нас. Здравствуйте. Олег, ну, если позволите, давайте традиционно начнем наш с вами разговор с ситуацией на фронтах. Что там происходит? Ну, ситуация на фронтах на сегодняшний день фактически патовая. Мы не можем прорвать оборону у нас, хотя прикладываем при этом максимум усилий. Мы движемся вперед, это тут как бы факт остается фактом, но темпы продвижения довольно уменьшились по сравнению с тем, что было, допустим, еще месяц назад даже. Враг все-таки собирает еще кучу народа, они выдергивают второй эшелон, они подтягивают, снимают гарнизоны с этих частей в глубине оккупированной территории. Плюс подпитка, мы знаем, что там ежемесячно идет от военкоматов. Поэтому вот такая вот ситуация сложилась. Инициатива, да, где-то на нашей стороне мы навязываем боевые действия, вот как на Мелитопольском, Бахмутском направлении. Там же у нас есть незначительные успехи, но я бы сказал так, на тактическом уровне есть успехи, на тактическом. То есть мы там где-то продвинемся вперед, там где-то продвинемся вперед. Но, к сожалению, как анонсировалось перед началом вот этого очередного этапа наступления, хороших новостей или громких новостей с фронта, скажем так, пока, к сожалению, нет. На других направлениях, там Марьинская, Авдеевская, Бердянская, Купинская, Лиманская, там мы, в принципе, стоим в обороне. И там, скажу так, тоже мы отбиваем все атаки и сковываем противника и наносим ему огневое поражение. Так что вот такая вот ситуация, на мой взгляд, немного патовая в том плане, что обе стороны... Вы знаете, это может быть даже похоже сейчас, опять, когда-то мы с вами говорили об этом, я вам говорю, игра генерального штаба. Интересно, да. Кто сейчас вот в этой ситуации так долго не может продолжаться. Так долго не может продолжаться. Сейчас какая-то из сторон должна принять меры для того, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. С мертвой точки ситуацию может сдвинуть только введение в бой каких-то резервов. Мы знаем, что еще стоит во втором эшелоне еще стоит 35-я армия. Российская? Российская армия, 35-я. Она еще не задействована в боях. Я так понимаю, что, может быть, надеяться, чтобы она двинулась на какое-то направление. Наш генштаб. Мы не вводили еще основные силы в бой. Мы оперативные резервы уже вводили в бой, и то не все. Но главные силы у нас еще не задействованы. Так что вот такая вот ситуация. Последние, особенно несколько суток, она не меняется, будем так говорить. Олег, я очень хорошо помню, когда мы с вами говорили об игре штабов. Это было вот накануне где-то наступления нашего, да, если я не ошибаюсь. Может быть, даже раньше еще. Но ведь тогда ситуация выглядела несколько, наверное, иначе. Вводные были другие. А сегодня вы снова возвращаетесь к этому термину «игра штабов». Чем отличается вот та ситуация от этой? Ну, по оценкам, вот смотрите, если, допустим, брать издание за «Экономист», по-моему, «Экономист» написала, помните, они написали зимой, сколько мы формируем. У нас получалось по «Экономисту» там 60-80 тысяч. Мы формируем 63 армейских корпуса по 20 тысяч. Хотя у нас нет корпусного состава в вооруженных силах. Не знаю, куда «Экономист» взяли. Ну, издание такое солидное, будем ему доверять. По шесть бригад в каждом корпусе так они расписали. И общая численность где-то до 60 тысяч. Если даже допустить, что мы это все сформировали, то российская группировка с зимы до лета увеличилась почти в два раза. Мы оценивали там до 300, а потом вдруг выяснилось, что их 450. На нашей территории. Понимаете? То есть количество российских войск на нашей территории, оно намного больше, чем, допустим, у нас задействовано на линии фронта. А мы не можем апеллировать большим количеством. Во-первых, это усложняет систему управления. Это раз. И второе, мы вынуждены еще держать почти, сколько, больше 2000 километров границы с Российской Федерацией и с Беларусь. То есть мы не можем оттуда снять войска. И тут у нас 1200 километров фронта. Мы же с правого берега тоже не можем снять все войска, потому что они и так пытаются проводить диверсионно-разведную деятельность. Поэтому для нас фактически получается, что мы держим такую полукруговую оборону. И самый активный участок, вот у нас фронта, там мы воюем, допустим, неполным комплектом наших вооруженных сил. А они могут себе позволить на вот этом участке сосредоточить там 450 тысяч, почти полмиллиона человек. И это при том, что они, да, у них потери превосходят пополнение, но разница между пополнением и потерями, она не настолько большая, чтобы в ближайшие месяцы стать критичной для численности личного состава. То есть, иными словами, если вот просто объяснить, что происходит сейчас в российской армии, то она так окопалась там, где она стоит. У нее достаточно на этот момент военных и оружия, чтобы вот удерживать какую-то эту линию. Ну вот, если так попросту... И наша задача ее перемолотить. Мы ее просто медленно, но уверенно перемалываем на сегодняшний день. Где есть возможность, там мы продвигаемся вперед, пытаемся продавить оборону. Как только мы чувствуем слабину, мы сразу начинаем движение вперед. Если мы упираемся во что-то, значит, мы останавливаемся и начинаем просто долбать российские войска до тех пор, пока не... Ну, у военных есть такое выражение размягчить оборону противника. То есть, вот она монолитная была, да? А мы начали ее долбать, и в конечном итоге либо пробиваем дырку, либо размягчаем до такой степени, что они начинают отходить. Олег, вот у меня иногда возникает ощущение дежавю. Знаете, у меня иногда складывается такое ощущение, что вот что-то подобное мы обсуждали уже, скажем, год назад. Я вот Пентагон недавно цитировал, что нет денег, мы к этому еще вернемся, чтобы финансировать оружие для Украины, но там была очень интересная, еще интересная ремарка от Пентагона, что Украине нужно сейчас очень помочь, потому что Россия готовится к зимнему наступлению. И как только я это прочитала, у меня сразу я вспомнила, помните, как мы обсуждали, вот накануне зимы российское зимнее наступление, и какое-то такое вдруг ощущение возникло какой-то, ну извините, рутинности, жестокой, кровавой рутинности этого процесса. И в этом смысле, что, как вы думаете, подразумевал Пентагон, когда говорил, что Россия готовится к наступлению, понятно, вы не можете знать планов российского командования, это понятно, да, но с точки зрения анализа, насколько Россия может позволить себе сейчас какое-то наступление, насколько оно может быть масштабным, это наступление, потому что в прошлый раз мы говорили, говорили о российском наступлении, но как-то оно вот было сосредоточено, только там, где было сосредоточено, и в конце концов как-то сошло на нет, да, вот, ну по крайней мере, было такое ощущение, понятно, что те, кто были на фронте, у них другое понимание ситуации, но тем не менее. Вот как вы оцениваете, насколько сейчас у России есть шанс на какое-то наступление? Никакого. Вот в этом и состоял стратегический перелом войны. Да, мы там очень мало успехов в освобождении территории за последних четыре месяца, да, но мы фактически, мы подкорректировали все планы. Те две армии, которые они готовили, 18-е и 25-е, которые они готовили на зимнюю кампанию, там же готовность была. Смотрите, в начале мая они начинают формировать две армии общевойсковых. Армия это где-то 35-40 тысяч. Один-два корпуса может быть в составе армии, или один корпус, одна дивизия, или две дивизии. Ну, в общем численность где-то колеблется 35-40. Две армии, 80 тысяч. Для наступательной операции, оперативного масштаба вполне достаточно, чтобы провести наступление. В зимнюю кампанию, допустим. И готовность армии, в начале мая их начинают формировать. Одну на базе западного военного округа, это вот Москва там и область. Кстати, в Подмосковье ее там где-то формировали. А вторая на базе южного военного округа, Ростов-на-Дону. Вот. И готовность этих армий должна была быть 1 декабря. Полгода на формирование. С учетом подготовки и так далее. Декабрь месяц передислокация. И как раз вторая половина декабря, когда начинаются морозы, когда праздники там, все расслаблены. На этом можно начинать наступательную кампанию. Или наступательную операцию. Начинать зимнюю кампанию. Вот так вот. С наступательной операции. Сегодня что мы видим? В результате нашей, вот как вы говорите, рутинной работы по перемалыванию этой армии, эти недоформированные армии, практически на полдороги, недоформированные, они уже в Украине, они переброшены. 25-я сейчас сосредотачивается в районе Кременной, на рубеже Сватова-Кременная. При этом, смотрите, численность этой армии оценивается в 10-12 тысяч. То есть это не соответствует? Это дивизия. Это полноценная мотострелковая дивизия. 10-12 тысяч – это дивизия. А они сюда перебрасывают как 25-ю общевойсковую армию. Сейчас мы посмотрим, вроде бы как и 18-ю туда же хотят перебросить. И они, скорее всего, Герасимов хочет, ну вот, во всяком случае, по карте выглядит так. Герасимов, скорее всего, хочет восстановить боеспособность вот этой 100-тысячной группировки войск в Луганской области. Это Купицкая? Купинская. Да, Купинская и Лиманская направления. Для того, чтобы начать там наступательную кампанию. Почему? Потому что у них больше нет другой группировки, которая была бы способна сегодня попытаться возобновить наступление. Они трижды пытались за лето наступать. Три раза они переходили в наступление. Три раза неудачно мы их останавливали и громили. А потом они были вынуждены оттуда снять часть войск, в том числе. Там не только эту самую десантную дивизию 76-ю забрали. Там еще и забрали пару танковых полков, которые один на Бахмут бросили, один, по-моему, на Бердянское направление бросили, где-то в район Старомайорского, вот туда вот, урожайного. А сейчас они этими двумя армиями пытаются это все как бы восстановить, наверстать. И у них это единственный шанс оттянуть, постараться растянуть наши силы на два направления. Если мы делаем упор на Мелитопольском направлении, то они попытаются нас атаковать на Купинском и Лиманском направлении. Вот, ну, скорее всего, так выглядит картина по передислокации вот этих вот армий. А говорить о стратегическом наступлении российской армии я уже бы на сегодняшний день не стал. Оперативная, да, может быть. И вот мы его и ожидаем. А стратегического нет уже. Когда мы говорим оперативное, давайте скажем вот тем людям, которые нас слушают, они же не военные эксперты в основном, да, а вот оперативное это как? Ну, это оперативное направление до 200 километров по фронту и примерно столько же глубин. Где-то вот 150-200 по фронту и 200-250 глубин. Это оперативное. А стратегическое где-то уже до 500 и более километров. То есть и там масштаб представляете, какой должен быть, чтобы плотность войск была соответствующая. Кстати, но я вам скажу, что Купенское и Лиманское направление это, наверное, худший вариант для российской армии, которую они избрали для наступления. Там очень сложная местность. Очень. Там четыре реки, которые протекают. там очень много поем этих речек, очень много лесопосадок. Такая. И будем так, средняя холмистость местности. Как начинается сезон дождей или если, допустим, зима будет опять же теплая, то для бронетехники это будет огромная проблема. И там нету такой степной местности, там не развернешь войска в боевой порядок на широком фронте. Вот что у них получилось в районе Синьковки, в районе Новоегоровки, мы же там устроили им побоище. Ну, наши военные говорят, что вот в районе Новоегоровки там поля, вот эти все промежутки между лесопосадками все заставлены по уничтоженной российской техникой. Они даже не могут толком эвакуировать, потому что наша артиллерия, наши войска все контролируют, не дают им этого сделать. Так что они избрали самый худший вариант, но тем не менее они пытаются, я так понимаю, они пытаются подготовиться к его реализации. Когда мы вот очень много говорили об этих линиях обороны, если вот сейчас посмотреть, когда вы сказали, что сложная, практически патовая ситуация сложилась на фронте, что все-таки с этими линиями обороны, потому что приходилось считать, что где-то прорвано первое, где-то уже там частично последнее, что много же об этом писалось на разных участках, есть какое-то общее понимание, сколько нам еще пройти и не получат ли они возможность, когда вот такая патовая ситуация, какого-то провисания по интенсивности боев, создаст им возможность еще укрепить вот эти свои линии обороны и продолжить это бесконечное тренирование. Но они сейчас этим и занимаются, они сейчас очень сильно кинулись и причем они даже больше усиливают третий рубеж. Смотрите, у нас смешались кучу кони-люди в том смысле, что они строят рубежи обороны. Рубеж обороны состоит из нескольких линий обороны. И мы сейчас прорываем первый рубеж. Суровикинский рубеж правильный так его будет назвать, который состоит из нескольких линий обороны. На сегодняшний день мы прошли, где-то мы прошли на отдельных участках, если верить тем фотоматериалам, которые публикуются, что наши солдаты стоят, а у них за спиной зубы дракона. Да, но зубы дракона это может быть одна из линий обороны. Полоса обеспечения состояла от 5 до 20 километров на разных участках. Вот это минирование и передовые позиции. А потом пошел сам рубеж обороны. Первая линия, вторая, третья. Потом второй рубеж обороны это пшеничная черетоватая и третий рубеж обороны это такмак. Но вот второй рубеж обороны уже черетоватая пшеничная там нету сплошных окопов как здесь. На первом рубеже практически все окопы сплошные. Все противотанковые рвы сплошные. Минные поля были сплошные. И помните, как генерал Тарнавский оценил, что 60% в инженерном оборудовании было выполнено, брошено на усилие на первый рубеж обороны. И он оборудован был. Кстати, настолько сплошные окопы, что наши бойцы использовали противотанковые рвы для перемещения вдоль рубежа обороны. Это как? Они доходили до противотанкового рва, запрыгивали в него и передвигались вдоль линии фронта вот в этих противотанковых рвах. Вот. В районе вербового мы зашли в окопы и пошли расширять плацдарм. То есть мы пошли вдоль окопы. Вдоль самой линии обороны. Почему? Потому что фланги. Сегодня есть проблема в том, что у нас вклинение чуть больше 10 километров. Это простреливается артиллерии российской. И это проблема. Надо расширять больше. И при этом вот эти дивизии воздушно-десантные, которые враг перебросил, они же их сосредоточили по две дивизии направо на левом фланге. И они постоянно пытаются атаковать во фланг, чтобы постараться окружить нашу вклинившуюся группировку войск. Там очень сложно. Там идет война на три фронта с нашей стороны. Вот. Хотя и противник тоже с трех сторон. Но тем не менее. И получается, чем дальше мы углубляемся, если мы не расширяем фланги, то мы создаем угрозу. Угрозу фланговых ударов. И нам надо держать фланг. Вот. Так что вот такая вот. А уже вторая, допустим, на пшеничное очередоватая, там линия обороны не сплошная. Там она построена на отдельных опорных пунктах обороны. Вот, допустим, там даже если на карту посмотреть, очередоватое, оно в кольце окопов. Оно как в круговую оборону. От него идут справа-влево линии обороны. Потом разрыв, потом дальше в районе пшеничного там линии обороны продолжается. То есть есть стыки, есть куда ударить. Ну и опять же, как говорило наше военное руководство, что вторая, третья рубежи оборудованы максимум на 20%. Вот они, кстати, поэтому и кинулись сейчас оборудовать. Причем они, второй рубеж они не трогают. Они уже сразу третий рубеж оборудуют. Потому что на второй рубеж, я так понимаю, войск не осталось. Войска со второго рубежа, они все уже в первом рубеже. Они все, второй эшелон, они весь уже подтянули напередок. И они за счет этого сохраняют боеспособность своих частей. Кстати, если посмотреть на сводки, то плотность боевых порядков, там у них просто сборная солянка. Они кидают, посадят полк на полк, прямо на голову друг другу. С одной стороны, они усложняют себе систему управления, что для нас хорошо. И с другой стороны, там просто плотность войск в боевых порядках, она становится запредельной. Потому что количество, они нагоняют туда это количество. Плюс, в качестве ударной пехоты или штурмовой пехоты, они используют десантные полки. Они гонят десант в качестве простой пехоты, штурмовать наши позиции. Вот поэтому такая. А третья линия, там еще меньше, там еще больше разрывы между линиями обороны. Понимаете? Поэтому Токмак можно, да, они его сейчас зальют бетоном. Да, они сейчас там обкопают его еще тремя рядами траншей. Ну, и как я скажу, военная наука учит нас, что если вырыли, и там нет солдата, то это траншея. А если туда посадить солдата, то это уже окоп, это уже позиция. Понимаете? Если в Токмаке, я так понимаю, у них есть еще войска для того, чтобы посадить эти окопы и сделать это позициями, то на втором рубеже там проблема с личным составом. Его не хватает для того, чтобы заполнить эти окопы. И у нас есть шанс, вот то, о чем все говорят, что если мы прорываем первый рубеж, то дальше, ударяя в стыки второго рубежа, за вторым рубежом мы уже выходим на оперативный простор. Где мы можем двигаться по местности, где наименьшая развитая система обороны врагов. Это прекрасно понимают и в Генштабе России. Прекрасно. Они же тоже смотрят на карту, они же тоже это все видят. К сожалению, у них тоже разведка есть и тоже она работает. Поэтому идет такая, на мой взгляд, идет такая, в принципе, битва за этот первый рубеж, потому что он самый мощный. Они прекрасно понимают, что они уже на втором могут вообще не зацепиться, а на третьем они будут оказывать очаговое сопротивление. Поэтому такая битва идет за вот этот первый рубеж. И еще одним косвенным признаком того, что все-таки мы опережаем их по расходу, вынуждаем, точнее, расходовать резервы больше, чем мы их расходуем, это ракадное перемещение войск. Это что такое? Это вдоль линии фронта. Это когда с одного направления перебрасывают полки и дивизии на другое направление. То есть они не подходят из глубины, то есть они не... Вот они две армии эти перебрасывают, недоформированные, из резерва, это стратегический резерв. Все. За этими армиями там больше ничего нет. Там военкоматы и, как это, прямоточная поставка личного состава от военкомата до воинской части. Ну вот, из числа сформированного больше нет ничего. Куда они их сейчас вот... Ну, пока мы знаем, они-то в рынок временную их тянут. А во всем остальном надо перебрасывать с одного направления на другое. Просто, знаете, как колода карт начинает тасоваться. А подпитки уже нет. Уже даже мы знаем, что из Крыма позабирали вот эти... Даже батальоны барсиков. А мы знаем об этом? Конечно. Ну, а откуда? Это в открытой печати есть, что батальоны барс крымские уже воюют в районе там работе, но их видели, точнее, на Прокоповке, и вроде как на Токмаках там перебросили. То есть уже с Крыма снимается часть войск для того, чтобы усилить запорожское направление. Олег, может, мой вопрос покажется вам странным, но тем не менее. А можем ли мы использовать те укрепления, которые мы уже взяли, и могут ли эти укрепления взятые нами использоваться для того, чтобы, ну... Ну, каким образом использоваться? Конечно, нет, конечно же мы их используем. А как же мы... Смотрите, у российской армии есть такая практика, ну, конечно, она с точки зрения военной немножко дебильная, она паромная, они всегда стараются восстановить утраченное положение. Всегда. Вот это у них какой-то такой негласный аксиомон. То есть если мы их выбили с позиции, значит, будет как минимум там 2-3, а подой 5 попыток контратаковать для того, чтобы отбить. О чем мы и слышали в последнее время, да? Так это уже, я так понимаю, это все. Это система ведения боевых действий. Вот. Я помню, даже кто-то из аналитиков высказал предположение, что, скорее всего, российские командиры боятся докладывать наверх о потере позиции, поэтому кидают в бой. А самое главное, что теми же силами, которые мы разгромили и выбили с позиции, они этих же людей перегруппировывают и отправляют опять в атаку. Идите отбивать. Идите возвращайте эти позиции. Естественно, эти люди пытаются контратаковать и, как правило, мы удерживаем все позиции и уничтожаем вот этот личный состав. Таким образом, они несут кратно больше, объясняя, как можно в наступлении нести меньшие потери, чем противника. Вот я объясняю, как они несут такие потери. Есть места, где контратаки вообще... Та же Клещиевка, та же Андреевка на Бахмутском направлении. Там уже больше месяца идут контратаки. Больше месяца уже. Причем рассказывали наши... Ну вот, по рассказам наших военных, они что делают? Они, чтобы учитывать потери, они не убирают убитых с поля боя. Они и раненых тоже бросают. Но они забирают документы. То есть, убитых, если они успевают, они обезличивают тела убитых солдат, забирают документы. По документам, видимо, они учитывают потери. А тела все остаются на поле боя. И там, ну, картина, конечно же, жуткая. Но тем не менее. Но вот эти вот контратаки, они просто не утихают никогда. Вот, кстати, на Мелитопольском направлении у нас практически там сложилась ситуация, почему я говорю Патвия. Потому что там практически на всей линии фронта идет встречный бой. Встречный бой. Имеется в виду атака на атаку. Атака на атаку. Встречный бой. Есть такой вид боя, он очень тяжелый, очень кровопролитный, но они стараются отступать, они пока не собираются. Вот вы сказали, что так долго продолжаться не может, и что-то должно произойти, да, кто-то должен осуществить прорыв. А почему вы думаете, что так долго не может продолжаться? Ну вот, может быть, я не знаю, можно сравнивать с прошлым, там, с каким-то, с каким-то прошлым периодом, когда вот сказал, атака на атаку, ведь так тоже было, да? Смотрите, тут два, ну, даже мы сейчас, многие даже сравнивают, сейчас мы вернулись в Первую мировую, позиционная война, да, но даже тогда все равно периодически накапливали какие-то силы или подвозили резервы и пытались сдвинуть линию фронта с мертвой точки. Вот именно так оно и будет, потому что в конечном итоге вот эта позиционная война, она, точнее, вот такой, встречные бои, они переходят в позиционную войну. И тогда войска начинают укрепляться, закапываться, и тогда уже линию фронта сдвинуть невозможно. Вот именно поэтому, такая, чтобы избежать вот этого, как бы, застоя, какая-то из сторон должна, ну, кто-то, кто-то считает, что та сторона должна первая, или мы должны первыми, но кто-то должен предпринять меры для того, чтобы попытаться сдвинуть фронт с мертвой. Чтобы не попасть в позиционную войну. Да, чтобы не уйти в глухую позиционную войну, вот, когда уже силы и средства просто истощаться, и Россия, в принципе, выгодна. Они готовы, я так понимаю, идеологически настолько они подготовили свой личный состав, что они готовы умирать там за Путина, за Родину, но и их это устраивает. Переход в позиционную войну их устраивает, это не устраивает нас. Олег, по поводу оружия. Нет, все-таки по поводу мобилизации еще в России, да, и потом по поводу оружия. Вот недавно Шойгу сказал, что не будет никакой мобилизации, что всего всех хватает. Вот доверяете ли вы этому? Я так понимаю, что он говорит о мобилизации, кроме того осеннего призыва, который они провели. Можем ли мы этому доверять? Или, как вы справедливо заметили, там идет какая-то постоянная мобилизация, такая тихая, скрытая, которая просто как процесс. Указ Путина же никто не отменял, он же действует. Мобилизация действительно идет по разным оценкам, ну, где-то 25 тысяч в среднем они в месяц мобилизуют и поставляют на фронт. Если мы посмотрим статистику потерь, то мы опережаем их потери, опережают вот эту поставку. Политика победила, скажу вам так. Помните, мы с вами обсуждали, я сказал, что времени остается все меньше, потому что 1 января надо начинать предвыборную кампанию, а на предвыборную кампанию надо идти с какими-то позитивными новостями. Это, кстати, вот опять же, к 1 января подготовка зимней кампании, наступательной зимней кампании российской армии, которую я вам объяснил, что мы, скорее всего, подправили. Вот две армии готовились на 1 декабря, чтобы к 1 января какой-то успех и Путин выходит на предвыборную кампанию с какими-то военными победами и успехами. Но это мы уже подпортили. Видите, решение, политическое решение принято в пользу призыва. 130 тысяч, стандартный призыв для российской армии еще в период до масштабного вторжения в Украину. Но они рассчитывают на то, что из этих 130 тысяч хотя бы половина подпишет контраст. Вот они каким образом пошли. Они пошли длинным путем, как в обход. Потому что сегодня объявить волну мобилизации она уже не популярна. Даже показали соцопросы прошлого года, что это был самый низкий рейтинг Путина за все время его пребывания власти. Больше, чем 20 лет. Когда он объявил волну мобилизации. Поэтому они не рискнули. Они подправили законодательство. Я напомню, что сейчас после принятия присяги на следующий день солдат в России может подписать контракт. Он считается уже подготовленным. А как только он подписывает контракт, он оказывается в зоне боевых действий. Сразу же. И тут есть случаи. Разные организации общественные в России рассказывают о том, что есть случаи такого жесткого прессинга вплоть до ведения до самоубийства. Если не хочет солдат подписывать контракт. То есть они прессуют вот этих молодых призывников. И за счет этого они пополняют в том числе за счет этого они пополняют свои ряды. Плюс призывники дают возможность российскому командованию выхолощивать всех, кто там зацепился за пункты постоянной дислокации. Где-то пригрелся, примазался. Они всех этих... Они контрактники. Они всех их собирают и отправляют сюда на линию фронта. Вот поэтому будем так говорить, что они пошли по самому лайт-варианту, по самому облегченному варианту, чтобы не не дразнить общество. Они сказали очередной призыв. Призывники, конечно же, в зону СВО, как они называют, войну, не попадут. Типа пообещали. Вот. А то, что там призывников будут оформлять в контрактнике, они про это просто скромно промолчают. Кавычки. Олег, теперь по поводу оружия для Украины. Да. Ну, вот заявление Пентагона о том, что деньги там заканчиваются, то, о чем я уже начала, да, и что осталось там всего совсем немного и очень хуже. Вроде как 5,2 миллиарда. Да, да, да. 5,2 миллиарда. Вот я тут много для вас распечатала, но сейчас так сразу быстро цифры не найду. Да, 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь в силе безопасности для Украины. Об этом заявил Пентагон. И одновременно с этим Пентагон заявил, что они готовы передать нам атакам, но не те, я так понимаю, которые мы просили, а вот кассетные атакам. Если вот помогите нам немного разобраться, вот чем они отличаются, потому что мы так много говорили об этих атакам. Ну, и потом, я, конечно, не военный эксперт, но мне приходилось читать очень много в последнее время, что атакам, к сожалению, тоже не будет, даже если вот те, которые мы ждем, тоже не будет какой-то такой универсальной, ну, вот универсальный морожен. Гореново переломание, он не даст, кардинально не повлияет на ход боевой кампании. Вот помогите нам разобраться в этом атаке. Смотрите, я вам скажу, что там единственное, что давайте начнем с того, что опять там начинается какое-то, ну, грубо говоря, мышиная возня, потому что вроде как две недели назад Белый дом сказал, что Байден принял решение передачи от Атамс, да, буквально вчера или позавчера замминистра обороны США сказал, что мы ждем распоряжения Белого дома. Либо еще бумагу не довезли, вот, и мы готовы в кратчайшие сроки поставить Украине Атамс. Тот Атамс, который дают, я бы даже сказал, что он на сегодняшний день лучше того, которое мы хотели изначально. Ух ты! Да, почему? Потому что ракета с осколочно-фугасной частью на 300 километров, да, она сейчас нужна, но она предназначена для разрушения объектов. Вот, допустим, Крымский мост Грохну, да, это было бы групповой удар, там, допустим, 5-6 ракет, так, чтобы обвалить опору. Не пролет, пролет они научились ремонтировать, мы их потренировали в этом плане. А вот опору надо завалить, чтобы они не могли восстановить мостовые пролеты. Но сегодня ситуация на фронте, вот опять же мы возвращаемся к численности российской армии, их много, их очень много, то в кассетном исполнении она дает нам шанс борьбы с скоплениями личного состава и техники противника. И получается, что там два кассетных варианта. Есть кассетный вариант с кумулятивными суббоеприпасами, причем они самонаводящиеся, их там по-моему 36, если я не ошибаюсь, эти, или нет, по-моему 13. И они, ну, надо уточнить цифру, там немного, но они самонаводящиеся, то есть этот суббоеприпас после выхода с головной части, когда срабатывает вышибной заряд, выбивает кассету, он ищет цель на местности самостоятельно. или ее можно подсветить лазером, если есть такая возможность, то есть, если там где-то разведка наша ходит, грибы собирает рядом с районом, допустим, оперативным районом полка, да, а если они подсветят, то тогда да, если нет подсветки, то там самонаводящаяся головная часть, которая работает по видеоизображению. И это кумулятивные, они бронетехнику пожгут, и они не промахнутся за счет самонаведения. Есть и дальность у нее, по-моему, 145 километров у этой ракеты. То есть 300 и не больше, как мы хотели, а вот 145? 145. Кассетка летит на 145. Есть второй вариант кассетного исполнения атакам с дальностью 165 километров на 20 километров больше, но там 980 субэлементов осколочно-фугасного действия. Это будем говорить так, если в 155-мм снаряде 72 элемента, то тут 980. Представляете, какую площадь он накрывает этот снаряд. Высота подрыва может быть до километра, и накрыть он может где-то, ну, где-то примерно километр на километр. То есть если лесопосадка, в которой засел, сидит батальон в резерве в 50 или в 70 километрах от линии фронта, чтобы их не достали наши реактивные снаряды систем залпового огня, то туда может прилететь атаку и накрыть этот район одночасно, одновременно. Вот. Осколочно-фугасными субэлементами. Вот что такое кассетка, которую нам должны дать. То есть это хорошая новость? Это новость очень хорошая. Вот как появление кассетных боеприпасов калибра 155 мм повлияло на потери в личном составе и техники среди российских войск на линии фронта, и это нам помогло экономить боеприпасы. Понимаете, допустим, один кассетный боеприпас может заменять 10-15 сколочно-фугасных снарядов. Вот в чем. А одна такая ракета в кассетном исполнении может заменить нам целый залп, допустим, а то и не одну кассету по 6 снарядов к системам Хаймерс. И дальность у нее в два раза больше становится. Сегодня мы на 74 км бьем уверенно, а завтра мы сможем уже на 140, на 150 уверенно бить. И опять же, она тоже высокоточная. Она тоже имеет умную голову и летит по координатам, которые в нее введены. Олег, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Очень вам благодарны, как всегда, за то, что нашли время. Спасибо большое. Пожалуйста, до свидания. Олег Штанов был сегодня с нами на связи, за что мы страшно благодарны. Конечно, признательно вам, нашей спонсорной платформе Патреон. Оставайтесь с нами. ПОДПИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ